Всем привет, друзья! В очередной раз мы выходим в стрим с нашим проектом «Рассмеши пельмени». Правила очень простые. Нужно рассмешить пельмени. Если это делает один участник за весь стрим, значит, он получает всю десятку. Если это двое, значит, делится. Нужно рассмешить меня и Ксения Корнева! Привет! Мы решили сделать такую очень классную традицию. Гость, который приходит к нам на стрим сегодня, Ксения Корнева, будет приносить определенный подарок. Как получить этот подарок? Вам нужно после нашего стрима написать в комментариях к нашему проекту, последнему вышедшему, где будет Ксения, какую-то смешную шутку. И та шутка, которая наберет больше всего лайков, получит этот подарок. Ксюха, что ты будешь дарить? Расскажи. Слушай, я нашла дома целый склад наших магнитов. Магнитов с нашими названиями шоу. Здесь 9 штук. Здесь все самое лучшее. Лето, маленькая жесть. Бубновый тюз. В общем, 9 штук. Можно весь холодильник обклеить этими штуками. В общем, ребята, 9 магнитов с самыми вашими любимыми названиями концертов «Уральские пельмени». Меня зовут Гарик. У меня шутки. Все, нормально. В школе все поняли, что компот забродил, когда первоклассница сказала «Не трогай от дома». Девушка не знала, как правильно загуглить. Педагогический или пидагогический. И пошла в автомобильный колледж. У мэра Екатеринбурга кожа на сумке лучше, чем у любого жителя Екатеринбурга. Ну давай, две еще прочитаю. Давай. И пойду на завод работать там, где мне место. Ты комментарии в Ютубе читаешь, что ли? Нет, мне жена так говорит. Ладно, погнали. Все, две. Омоновец понял, что у него плохая собака, когда на команду искать наркотики, она стала перебирать телефонные номера. Ладно. Ну и последнее. Чтобы вылечить насморк, мэр Екатеринбурга по народной традиции дышит над кокаином. Просто. Просто. Я даже... Все, простите. Ну что? За мной приехали. Слушай, ну... Ну, на самом деле, мне кажется, мы даже раньше с тобой заражали там где-то, я не помню, не помню над чем, но я хихикнул, а ты сделал... Ну, я думаю, можно взять человека в расчет, да? Меня зовут Михаил. Значит, я с вами разговариваю из государства Израиль. Шалом. Я хочу вам прочитать стихотворение. У этого стихотворения есть эпиграфы. Значит, первый эпиграф. А что там? Прошу стих. Да когда я скажу прошу и отключусь. А, все, я понял, все. Ну, давайте. Эпиграф. Готовы, Михаил. Первый эпиграф. Юрий Олеша сказал. Я не знаю, откуда берется юмор, но я никогда не видел ничего более смешного, чем написанное большими печатными буквами слово «жопа». Великий русский филолог Бадуэнде Куртене сказал. «Жопа – слово не менее красивое, чем генерал. Все зависит лишь от применения». Вот стихотворение я назвал «Посвящение». «Посвящение». «Хочу пробить я славу жопе. В какой бы ни был ты среде, сидишь в квартире ли, в окопе, в степи, в телеге, в МВД, на верхней полке, там, где волки, и на трубе, где А и Б, будь ты в чалме или в ермолке, она опорою тебе. Я скромность ложную отрину, не даром жопа так нужна, она заканчивает спину и начинает ноги нам. Кто влез по ягоды с лукошком и кто по ягодице влез, француз, татарин, Илья Пошка, у всех есть к жопе интерес. Сам Пушкин не чурался слова, за что ему хвала и честь. И прочитать мы рады снова, что жопа есть и слово есть. Она от предков нам наследство, что в ней не тонет и в воде, мы знаем, где играет детство. И Шила тоже знаем, где. Поверь, она всему начала, ее судьба порой сложна, через нее все совершала одна великая страна. Уже умные, хотя и юные, едва почуя вклад зимы, язык в родимую засунув, со страха замолкали мы. Я очень жопу уважаю, я по натуре сам таков, ее размеры умножаю и берегу от чужаков. И чтоб меня не ссапал опер, я ночью бы на Кремль влез и написал бы «Слава жопе», а вовсе не КПСС. Все? Слушайте, блин, Михаил, спасибо вам за поэзию. Сатира, сатира о ней. Маленький секрет. Где-то лет пять назад, не помню, шесть лет назад я выступал в Екатеринбурге, и там был Сережа Ершов. И я когда читал стихи, там читал, то все, а он из зала говорит «про жопу прочитай». Я говорю «да так, ну я не знаю, надо ли сейчас как-то, ну со сцены». Это любимое секретарение моего шестилетнего сына. Вот так вот. Ну в общем, был бы Сережа Ершов, он бы с удовольствием вам отдал денег. Я бы вот, ну если честно, Михаил не списывал со счетов сейчас. Я сейчас так же, как и все зрители, не знаем, кто там будет следующий даже, поэтому прием. Я такой, я как батя такой, алло, алло. А вы где находитесь, скажите? Далеко, в Америке. Это такая попытка стендапа, да, я так понимаю? Нет. Это что-то другое, я пока сама не запишу. Ну просто не очень смешно. Бывает и такое. Все хорошо, меня слышно, да? Продолжаю? Да, да, да. Да, да, проблема не в этом, друг. О, это человек со стендапом. А я думала это библиотекарь. Ситуация такая, мне в чате уже пишут «Лысый, вырубай его». Сразу изгнают следующую песню. Я ночной хулиган, я Кадыров Рамзан. Ну это ты не, че, нам-то че? Приятный молодой человек, похожий на Кадырова внешне. О, привет, привет. Ну что, давай погнали. Все, полетели. Полиция работала по принципу «хороший и плохой полицейский». Один просил все рассказать, а второй целовался с путаной. В Омске открыли аэропорт. Пускай проветрится. Работники скорой зашли. Ага. После какой фразы никто не сможет расслабиться? После фразы врача... Сейчас расслабься, пожалуйста. Честная продавщица в рыбном магазине говорит, что рыба свежая, пахнет от нее. Везучего парня автобус сбил прямо до дома. Все. Ванька, сегодня, прости, ну реально, ну честно, я даже был в такой, в готовности, знаю, что ты иногда смешные штуки, как бы, ну... Да все, кайф, все, кайф. Давай, короче. Ну вот меня полностью хихикнуло, но... Да, про аэропорт. Здравствуйте, я рисую свою азбуку уральских пельменей, также название и какая-то... Какая-то видео-шутка в мультике, поэтому... Вот, если вы готовы, то давайте запускать ролик. Крутой поворот. Осторожно, там впереди крутой поворот. Да по мне сам Путин проезжал. Примета. Чтобы сюда вернуться, нужно бросить монетку в море. Хм, блин, у меня с собой нет денег. Можно на карточку. Золотая рыбка. Загадывай, что хочешь, я выполню любое твое желание. Хочу, чтобы все девчонки на этом пляже были моими. Исполнено. Папа, папа. Стой, я не это имел в виду. Будни рыбы. Дочь, жена, я на работу. Тебе иду собирать? Не, я на работе поем. Приступим. Ой, ой, щекотно. Ой. На пляже. Простите, ради бога. Извините, пожалуйста. Прошу прощения. Да что там такое? Блин, где же эта помада? Это было забавно и очень мило. И интересный формат. Это интересно смотреть. Точно. Люди пишут, типа, блин, где вы их находите? Ребята, мы никого не находим. Все желающие заявляются по ссылке. Мы с вами смотрим все это так же, как и вы. О! Привет! Всем привет, с вами Женя Уден. Йоу. Я двухличный тип. Сейчас покажу. Прикинь, просто ушел. Флокация Женя Уден. Это я видеоблогер, ютубер, тиктокер. Люди на в чате пишут, Рома, Ксюша, держитесь. Мы смеемся вместе с вами, если это смешно. Может быть, вы мне поможете, и я с женой с твоей помириться не могу. Женечка, скажи, пожалуйста, а ты бухонький, да? Ну, 4 месяца я как бы пытаюсь помириться. Первый совет, чтобы помириться с женой. Нужно перестать употреблять алкоголь. Наши техники решили все за нас. Привет! Здравствуйте! Неожиданный голос просто у тебя. Сразу скажу, что, значит, у вас было написано там где-то в описании, там, тролливали, что вот здесь можно заработать деньги, либо опыт. Скорее всего, я пришел за опытом. На самоизоляции я начал много жрать, но я же не баба, на джинсы плевать. Ну... Вот такое, блин, произошло. Закончилось внезапно бабло. Скажи, пожалуйста, а ты чем занимаешься в жизни? Я преподаю математику. Ну, ты на актера учишься или что-то такое? Нет. В смысле, ты учитель математики? Ага. Какой математики? Обычной? Низшей? У тебя харизма просто из тебя вот она льется. У тебя очень не смешной стих, но ты очень харизматичный. Вот тебя вот просто покажи. Я вот сначала подумал, что ты из шоу-танцев на ТНТ. Какой-то ты прям артист. Да. Знаешь, там вот чуть-чуть отщипнуть чисто за... Человека порадовался, да? Да. За артистизм ему закинуть немножко. Я бы вот человеку из Израиля за эстетику, ну, от нашей десятки отщипнул и там тысячи три бы отправил, а что нет? Человеку-артисту может что-то отщипнем? 500 рублей. Это ты пообещала, поэтому 3000 улетает в Израиль, 500 рублей. Вы да там прикольному, веселому чуваку? А, точно, вот, Гарик же в начале был смешной. Гарик самый первый был. Ну, значит, 7 ему? Что мы? Мы же не жмоты. Насмешил? Насмешил. 7 Гарику. А, подожди, тогда 6500 ему получается. 6500 Гарику, 500 рублей парню веселого и 3000 в Израиль. У меня же еще замечательные магниты, чтобы люди писали. А, смотри, а это в следующей передаче. Пишите шутки, пишите шутки в комментариях. И та шутка, которая наберет больше всего лайков, на следующем мы подведем итоги, на следующем стриме. И этот человек, собственно, получит магниты. Человеку из Израиля за эстетику, 100 рублей еще. 3,100 улетает в Израиль, ребята. Все. Спасибо, друзья, за то, что были с нами. До следующего раза. Всем пока. Хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok